Добрый день, сегодня мы рассмотрим очередной кубик 3х3, на этот раз это MJC EVO, революция спидкубинги, красивая упаковочка, логотип YJ мы здесь видим только здесь, код товара YJ8551, YJ это производитель. Есть целая линейка под названием MJC от 2х2 по 7х7 и начиная с 4х4 до 7х7 там только отличные кубы, но трешки они такие своеобразные, они неплохие, но до своих старших братьев конечно по уровню не дотягивают. Что сразу стоит отметить, производитель задумался о покупателе и сделал коробочку такой, что ее легко открывать, здесь верхняя вот эта вот часть, она не доходит до конца, дизайн такой своеобразный, зато открывать удобно. Здесь опять написано, революция спидкубинга, кубик, здесь тоже революция, извлекаем куб и вот такой вот кейс полупрозрачный с аксессуарами. Внутри плотно вставлен фаралон, чтобы ничего не сломалось. Упаковочка красивая, тут не отнять. Сразу посмотрим, что здесь и уже заметно. Мешочек, безусловно, красивый, брендированный. Опять революция, MJC, на ней буковку С слегка отодвинули, получилось как бы новый логотип. Обычный был вот такой. Кстати, похоже, что какой-то он даже труднопромокаемый материал. Ну, не очень приятный на ощупь, но, наверное, качественный. Хотя вот ниточка. А, но ниточка это подарок, я понял. Ну, такой мешочек, кстати, не очень маленький. Ганы обычно такие мешочки делают, что еле-еле кубик впихнешь. Ну, это, видимо, рассчитан и на 7 на 7. Дальше здесь макулатура. Такая вот забавная отверточка. Маленькая, плоская. Бумажки. Так, карточка. MJC и его. Ну и соцсети. QR-код. Куда-то можно попасть. Дальше здесь. Это, скорее всего, туториал по сборке. Китайский. И опять китайский. Ну, похоже на метод для начинающих. И вот такая еще бумажечка. Evo Setup Tutorial. Видимо, про настройку. И здесь мы видим системы регулировки. Магниты и жесткость. По-китайски. И даже по-английски. Неплохо. Но лучше посмотрим на самом кубике. Кубик имеет популярный размер 55,5 мм. Вес 77 граммов. И сильно матовый пластик. После тысячи сборок он, конечно, уже не такой. Но долгое время мне казалось, что матовость никуда не денется. Сейчас он немного сгладился. И это, наверное, получше. И это первый матовый кубик из линейки MGC. Напомню, что до этого было еще три кубика с таким названием. Самый первый MGC. Это первый серийный магнитный кубик. Вроде бы это был он. Он был всем хорош. Потому что был первым. Ну, или одним из первых. Он был доступен в те времена, когда всякие вейлонги ГТС магнитили самостоятельно. А он уже продавался серийно с магнитами. Ну, в этом, в принципе, его все особенности. И популярен был только тогда, много лет назад. И выпускался только в черном пластике с наклейками. Позже выпустили MGC 2. Кубик, в котором было много всяких настроек. Каких настроек? Сменные гайки там были. А также были магниты. И появился цветной пластик. И вот такой вот логотипчик, что на первой, что на второй версии был наклеен. Кубик неплохой. Опять же, для своего времени. Про него очень часто спрашивают и выбирают в 22-м году между современными кубами и MGC 2. Видимо, потому что стоимость его в магазинах осталась как у топовых кубиков. Но он давно устарел. И сейчас уступает всем бюджеткам. Хотя сам по себе кубик, конечно, неплохой. Но покупать его нет никакого смысла уже давно. Позже выпустили MGC Elite. Этот кубик был настолько элитным, что логотип его, золотая буковка M, стерся примерно через 100 сборок. И очень забавно было наблюдать, как люди рассказывали о своих впечатлениях, держа этот кубик с логотипом. Ну, видно, что его крутили очень мало. А я напомню, что я в своих видео обозреваю только те кубики 3х3, на которых я сделал 1000 сборок. Попробовал различные настройки и только спустя длительное время тестирования делаю какие-то выводы. Этот кубик отличался тем, что в нем появилась система регулировки магнитов. Была вот такая стрелочка. И он был неплох, но он и сейчас неплох. Ну, а конкуренты были лучше. Я уже не помню на момент его выпуска какие кубики были актуальны, но они его превосходили. И кубик как-то так прошел мимо, потому что он ничем не выделялся. Единственное, что я о нем помню, это стерся логотип. И то, что его система регулировки вот этих магнитов была, ну, такая слабенькая. То есть сила магнитов регулировалась незначительно. И вот теперь, спустя еще какое-то время появляется MJC Evo. Кубик 3х3 эволюционировал. Внешне он уже не особо похож. Здесь более острые стали. Если внутри предыдущей модели был цветной пластик и бесцветные только ножки, то здесь гораздо больше этого неокрашенного праймера пластика. Ладно, настроение мы посмотрим. Давайте по впечатлениям. Делаем одну сборочку какую-нибудь. Кубик быстрый. И если смотреть из коробки, настройка магнитов у него была, по-моему, на среднем уровне, а настройка жесткости на самой слабой цифрке, на единичке. Здесь 6 ступеней регулировки магнитов и 10 у жесткости. Для того, чтобы регулировать магниты, мы сдвигаем кубик вот так. Здесь можно попробовать что-то увидеть. Бесцветные цифры. Может быть, вам это удастся, но я приложу картинку на всякий случай. И беда такая же. Даже на самой сильной цифрке, на шестерке, это не самые сильные магниты. Да, их вполне достаточно, но если бы я хотел делать посильнее, то было бы уже некуда. На средней настройке магнитов он совсем слабый, неконтролируемый, даже слабее, чем RSTREAM 2020. Кстати, возможно, любителям последнего куба он и понравится. Для того, чтобы менять положение магнитов, используют вот эта маленькая отверточка шлицевая. И здесь, чтобы повернуть вот эту стрелочку, нужно делать это с каждой стороны ребра. То есть капсулы не сквозные, а одна здесь, другая здесь. Это два отдельных механизма. Вращать можно как вправо и влево. Мы видим цифры, все, кроме тройки. Тройка там в глубине где-то скрыта. У меня стоит на цифре 6, вращается легко. Ну, мы знаем, что степень магнитного притяжения меняется из-за того, что магниты ребра и угла становятся либо ближе, либо дальше. Как раз посредством вот этого механизма. Ну, с магнитами все понятно. Настройка достаточно тонкая, но я бы немножко сдвинул бы вектор в сторону более сильного магнитного усилия. Что же касается жесткости. Изначально, изначально кубик приходит с жесткостью 1. и он очень, очень расхлябанный. Не знаю, видно или нет, но здесь 10 позиций. Из плюсов это то, что можно крутить руками. Два щелчка вправо, два щелчка влево. Ограничений на поворот в какую сторону нет. В некоторых кубиках можно было крутить только в одну сторону. Если ты вдруг прощелкал лишний щелчок, то придется делать целый круг. Здесь спокойно. Один туда, один сюда. Не важно. Это удобно. Но единственная вот эта беда, наверное, недорогих кубов. Этот кубик, ну, такого небюджетного сегмента, уже среднего, в районе 19 долларов стоит. А здесь вот эти вот циферки все одноцветные. Приходится напрягаться, чтобы их рассмотреть. Но зато здесь 10 ступеней и можно найти свою. Я покрутил, конечно, на единички. Надоело. Неудобно. Перепрыгнул сразу на 5, чтобы сделать кубик более удобным. Но 5 оказалось многовато. Стал слегка заедать и вакапить. Я на один щелчок спустил все вниз. И сейчас на четверточке. В итоге кубик как кубик. Вроде бы и хорош, но лично мне как-то он может даже и понравился на фоне не очень удачных кубиков бюджетного сегмента, на которых я несколько тысяч сборок открутил до этого. Вот, кстати, в первой сборке после всяких Диан Шенгов кто там еще был чей МП он казался прям отличным кубиком. Потому что ничего не заедало, был не вязкий, быстрый, хороший. Но несколько сотен я открутил и стало понятно, что до идеального кубика он, конечно, не дотягивает. Более того, стали известны факты о том, что у него ломается крестовина, а запасной, как у Диан Шенга, здесь не положили. Но у меня подобного казуса не случилось, говорю лишь о том, что было у других. У меня кубик цел выдержал. Пару раз флиппался уголок в данной конфигурации, магниты на шестерке, жесткость на четверке. Итого, какие плюсы у этого кубика? Он не удивил. Становится, конечно, более современным, более разнообразным. Матовым я не знаю, хорошо это или плохо это на любителя. Но настройка становится более тонкой, она дискретная. Если вы вновь обратите внимание на внутреннее строение, здесь нет того устаревшего болта под крест, который нужно было отверткой крутить, чтобы разобрать. Здесь, наверное, и разбирается, но как-то по-другому я не разбирал. мне не пригодилось. А так, настройка дискретная, это современно, это хорошо. Своего ценителя этот кубик найдет. Он не отвратительный, он вполне обычный. Если MGC первый и второй вызывали какую-то восторженность у куберов, то есть они превосходили остальные кубики, то сейчас нет таких кубиков много. этот один из них и чем-то хорош. Но если опять сравнить его с MS3V1, то, конечно, MGC до него далеко. В итоге революции в спидкубинге не случилось, но мы все равно сравним строение с предыдущей моделью MGC Elite, у которой стерся логотип. вот ребра цветной пластик это Elite, а это Evo. На Evo мы видим сеточку, опять подобие ганновских сот, здесь же были обычные рельсы, но ножка из неокрашенного пластика, здесь неокрашенного гораздо больше. Поближе можно сравнить, как отличаются магнитные капсулы, у Evo есть циферки от 1 до 6, на Evo цифер нет. Пока разбирал, заметил, что вот эта ножка у Evo она такая подвижная и слегка колеблется на своем месте, сидит неплотно. У Evo все здесь плотно, четко. На сборках это не отражалось. Уголки похожи больше, вот это с сеточкой, это Evo и сходство такое, можно понять, что они оба из кубика 3x3, а так Evo более проработана, ну и более острые вот эти блокераторы флипов такое вот строение. Можем заметить различия и внутри, если у Evo была синенькая обычная крестовинка, то у Evo Внутри такая прозрачная, как бы стеклянная крестовина И кажется на вид, что она помощнее Хотя, говорят, ломается Уже два или три таких сообщения я видел Но у меня все цело Думаю, если у кого-то и сломается Компания выпустит крестовинки в отдельную продажу Я бы так поступил на их месте Ну а у новых партий просто изначально их заменить на хорошие Вообще, крутите кубы аккуратно И все будет цело Проверим углорез Ну, зависит от настройки, конечно Ну, вот так вот режет Здесь в обратную сторону уже Не знаю, зачем я это делаю Но на всякий случай, вдруг кому интересно Если подытожить То это обычный кубик Который в удобной для меня настройке Слегка такой рыхловатый Расхлябанный И хочется чуть больше контроля Смазывал я его почти все время Густой смазкой, синим ганом И раз попробовал белый мару Это было вчера Когда я участвовал в чемпионате онлайн С ЦЦ Винтер Перед сборками на камеру Я смазал белый мару И он оказался прям вообще неконтролируемым Поэтому сборки там вышли не очень Ссылочку на них я оставлю в описании Вдруг кому интересно Но среднее время было даже больше 16 секунд Сильно грани разъезжались А так сотка была САП-16 Конечно, не САП-15, как хотелось бы Но менее 16 секунд Вроде иногда бывало Я не могу рекомендовать этот кубик к покупке Хотя он и неплох Учитывая, что у кого-то он там ломался А так он не особо лучше Он просто обычный проходной кубик Которых сейчас много Назвать его революцией спидкубинги я не могу Но компания YJ смогла Поэтому решайте сами Обычный кубик Неплохой Вот вам пара неплохих сборок А на этом все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok